Обычно у меня на курсе, как правило, много банкиров, менеджеров, юристов, тех людей, которыми по роду своей деятельности много общения, коммуникации с другими людьми, руководителей, которые персонал каким-то образом набирают. Очень важно понимать, что мы интуитивно обычно оцениваем. У нас этот талант практически у каждого есть в той или иной степени. Интуитивно мы так смотрим и так понимаем. Этого человека можно сюда поставить, это можно доверить, это нельзя доверить. Так вот, нумерология даёт такие очень чёткие ключи. Потому что иногда вот это понимание, оно приходит, когда мы с человеком сколько-то пообщаемся, его надо пронаблюдать. А нумерология, она, в принципе, очень чётко прогнозирует, куда человек будет двигаться, что ему можно поручить, кого можно поставить на руководящую, кого только на исполнительскую. И если мы перепутаем, то будет ужас. Потому что человек, который склада лидера на исполнительской должности, он будет скучать и задыхаться. А если мы исполнителя поставим на руководящего, он будет весь в полном стрессе, потому что он не может это делать. И, в общем-то, для руководителей, для тех, кто общается с персоналом или с клиентами, это знание. Просто вот мне буквально потом приезжают люди и такие рассказывают какие-то интересные вещи. Один банкир тоже ездил в командировку в Москву, он потом приезжает, рассказывает, что он общался с человеком. И он принял его так, что ему показалось, что встреча прошла совершенно неуспешно, полный провал. А потом он узнал, что этот человек восьмёрка, а восьмёрки, они очень сдержаны проявлением своих чувств, они не показывают этого. И когда он узнал, что он восьмёрка, он понял, что всё прошло нормально, просто человек так реагирует. И нет у него ни стресса, ни претензий, да, то есть такая очень тема, которая помогает нам коммуницировать.